Есть один вопрос, который беспокоит довольно-таки большое количество агентов. Вот вы говорите о том, что Тест-Тур делает ставку в этом году, основную ставку на Турцию, а вот есть слухи о том, что в Турции не так все как бы там просто, и что есть компании, банкротство и тому подобное. У нас, кстати, я прежде чем вам задам вопрос, у нас есть комментарий, и собственно прямая речь по этому поводу у главы правления Александра Сенегипского, и если можно сейчас подготовить этот ролик по поводу банкротства принимающей стороны Турецкой, и банкротства Ли, да, а затем вот если вы не против прокомментировать это, да, и более широко ответить. Но сейчас у нас ответ, прямая речь Александра Сенегипского о ситуации с турецкими партнерами. Конечно, сейчас век информации, и все хотят все знать, и все контролировать. Туристы беспокоятся, интернет пестрит различными сообщениями, поэтому для меня этот ваш вопрос понятен. Но я хотел сказать, что никаких беспокойств, наверное, быть не должно, потому что, во-первых, компания Alkan Group, с которой мы долгие годы сотрудничаем в Турции, которая работала 20 лет, обслуживала нас, она вошла в процедуру так называемого отложенного банкротства. Это означает, что компания не закрывается, компания продолжает работать, а эта юридическая процедура нужна компании для того, чтобы старые долги не мешали работе, и была возможность их отсрочить и оплачивать по какому-то графику удобному для компании. Параллельно мы начинаем работу с новой, вновь созданной компанией на рынке. Это компания KELIT Global Tourism. Еще раз повторяю, компания новая, но в составе компании Meir, она аффилирована с большой отельной сетью Crystal. Это уже на сегодняшний день 16, а может уже и больше отелей, что реально дает в это тяжелое время, экономически тяжелое, дает компании хорошие возможности. Поэтому мы надеемся, что это сотрудничество будет успешным. А компания Alcan Group будет выполнять в этом году ограниченный набор каких-то функций. Будут, конечно, и контракты с отелями через нее идти, но в основном она будет заниматься операционной деятельностью, а именно обслуживанием клиентов. То есть это гиды, это экскурсии. Вот то, чем будет заниматься компания Alcan Group. И параллельно она будет закрывать свои долги перед рынком, которые накопились, ну, вообще говоря, не по вине компании, надо признать, а в силу того экономического положения, которое в 2014 году на нас свалилось. И возвращаясь к тому, что сказал Александр Сенегипский, можете ли что добавить, какой комментарий? Вы знаете, безусловно, если бы шла речь о ликвидации и закрытии компании Alcan Group там два или три года назад, да, я думаю, этот бы момент прошел совершенно незаметно. Ну да, легче, во всяком случае, точно. Он бы прошел совершенно незаметно, потому что есть несколько факторов, которые сегодня влияют. Во-первых, рынок туризма за последние три года стал достаточно социально активным, да, то есть это говорит о том, что участники рынка, игроки рынка, менеджмент компании и так далее, они используют различные соцсети для получения и передачи информации, потоков информации. Безусловно, не всегда, скажем, это происходит корректно, и не всегда эти соцсети используются корректно, но тем не менее, да, то есть это первое. И второе, это та политическая ситуация, которая влечет за собой, на самом деле, закрытие ряда компаний как на российском рынке, так и на украинском рынке, которые уже произошли, которые могут еще произойти в ближайшем будущем. Естественно, я понимаю менеджеров туристических агентств, которые столкнулись с ситуацией при различных банкротствах и мерой своей ответственности перед туристами и так далее. В такой ситуации, безусловно, все очень, скажем, остро реагируют на происходящее. Так вот, по поводу «Алкангрупп» и по поводу еще ряда компаний, о которых, в общем-то, на самом деле не агенты, никто толком-то и не знает. То есть это нормальный совершенно процесс, который происходит во всех странах, как отправляющих, так и принимающих, когда какие-то компании сами по себе закрываются, потому что они исчерпали свой ресурс и потребность. Какие-то компании открываются, потому что нужны новые, скажем, инструменты, рычаги и так далее. «Алкангрупп», ну, вы должны понимать, что менеджмент, оперейшн, управленческий менеджмент переходит частично в компанию «Килетгрупп», и частично остается в старом офисе, которым принадлежит компания «Алкангрупп». То есть мы разделили менеджмент, потому что мы понимаем и мы знаем, как работать со своим туристом. Мы знаем туриста в лицо и понимаем, что ему нужно. Второй момент, что, ну да, рынок переживает. Это очень хорошо, на самом деле. Меня это очень радует, что рынок активен, и рынок следит за происходящим, и следит пристально, иногда даже додумывая и придумывая что-то. Но тем не менее, я все-таки верю в то, что рассудок всегда победит, и любые, как минимум, сопоставления каких-то фактов и так далее, позволяют правильно понять ситуацию и по-прежнему доверять компании. Да, я тут с вами согласна, я тоже считаю, что ситуация сложная, которая складывается сейчас с туризмом, она дисциплинирует и действительно загортовая, как говорится, и действительно делает бизнес с бизнесом, а не просто сферой, где можно как бы заниматься бизнесом.